Давайте проверим. Вчера закончилась конференция учителей школьных, и это было тоже очень интересно. Тема ее была, называлась From Teacher to Awakener. От учителя к побуждающему, к человеку, который пробуждает других людей. Я тоже был рад выступать и немножко поговорить со своими коллегами индийскими, это было очень интересно. И сегодня я с вами. Позвольте мне сказать пару слов о себе. Я старший тренер Эриксон университета. Мы работаем с Эриксон университетом уже много-много лет. Я сам коуч с 1999 года, то есть уже 16 лет. С 2007 года, то есть где-то лет 8 уже, я профессионально сертифицированный коуч именно в организации ICF. Поэтому это тысячи, естественно, коучинговых часов. Параллельно я руковожу небольшим институтом, который называется Институт социально-пеханического менеджмента, и мы занимаемся повышением квалификации руководящих работников. Вот. Вместе с тем, что чрезвычайно важно и интересно, я работаю как коуч и веду, ну, моя аудитория обычно это руководители, вот, или собственники бизнеса, вот, или продвинутые коучи. То есть те, которые уже двинулись и которые хотят двигаться еще более эффективно. Так, хорошо. Вот. И я бы хотел, чтобы я смог начать работу сейчас. Ага, я хочу еще сказать, да, два слова, пока у кого-то там появляется звук или исчезает. Я хочу сказать, что занимаясь консультированием руководителей и коучингом руководителей, параллельно я начал находить аспекты, связанные с тем, как управлять компанией, как выстроить компанию на коучинге. Так, хорошо, сейчас я попробую отключить видео тогда. Ну что ж, еще всем привет, сейчас постараюсь без звука, без видео. Отлично. Тут я даже в галстуке, так что хорошо. Так, ну что ж, пишите мне обратную связь, чтобы я видел, что у вас происходит. Вот, а я начну рассказывать. О, отлично. Хорошо. Не так жарко, да. Хорошо. Итак, в свою систему управления компанией я заложил именно коучинг команд. Да, именно коучинг и именно работа с командами. Почему? Потому что именно, ну как бы по-другому невозможно работать сейчас в бизнесе. По-другому просто невозможно. Но наши люди стараются, наши люди пробуют. Поэтому мы начнем. Итак, что бы я хотел сейчас сделать? Скажите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, единичку, те, кто являются уже коучами, чтобы я понимал аудиторию. Двойку, те, кто являются менеджерами или собственниками бизнеса, или давайте собственники тройка. Единица коучи, двойка менеджеры, любого звена, высшего звена, среднего звена, тройка собственники бизнеса. Тройка будут собственники бизнеса. Тринадцать, это хорошо, хорошее число. Вот, и, пожалуйста, еще поставьте такую вещь. Четверка, это те, которые вот к первым трем не принадлежат, но хотели бы заняться коучингом, может быть. Четверку, те поставьте. Те, кто не принадлежат к первым трем пунктам. Хорошо. Вы продолжайте оставить, потому что мне интересно видеть всю аудиторию, как работает, ну, какая у нас вообще вся аудитория. Потому что я буду стараться обращаться к одним, ко вторым и к третьим. Вот. И что мне сейчас будет нужно? Хорошо. Итак, давайте посмотрим цель работы. Сегодня мы будем с вами работать именно по нескольким позициям. Первое. Рассмотреть различия мышления коучей и менеджеров при выполнении ими профессиональной деятельности. А что делать психотерапевтами, желающими быть коучами, но применяющими технологии в консультациях? Ну что, Денис, ну, наслаждайтесь, считайте, что вы четвертый тип. Вот, психотерапию отодвиньте в сторону на время. Вот, это я вам как коллега говорю. Когда-то я несколько лет, ну, не несколько лет, 7 потратил, не потратил, а вложил в психотерапию. Естественно, это очень важно. Вот. Итак. Хорошо. Итак. Рассмотреть различия мышления коучей и менеджеров при выполнении ими профессиональной деятельности. Что это значит? Это значит, что менеджеры должны выполнить свою работу. Они должны дать свои даты, на которые их наняли. А коучи выполняют свою работу, они проводят коучинговые сессии. Вот. И вот мы посмотрим на различия мышления в ходе этой работы. А второе. Обозначим возможности внедрения коучинга команд в работу менеджеров. Вот. Потому что это очень важно. В каких возможностях это все, как это возможно? И рассмотрим фактически три основных вопроса. Это первое. Управление компанией в условиях неопределенности. Это относится к тем, кто у нас находится в позиции 2 и 3. Да? Потому что, ну, а коучам будет интересно, потому что они смогут к нам присоединиться и понять мышление, логику руководителей. Вот. Поскольку я сам все время работаю с руководителями разных типов, я считаю, что я достаточно хорошо ее знаю. Вот. Потребности менеджеров и коучинг как способ их удовлетворения. Да? И поскольку нашим главным клиентом коучинг команд, главный клиент это менеджеры. Ну, руководители. Ну, хотим мы или не хотим. А коучи, это будут те, кто будет помогать это реализовывать. Вот. А коучинг, вы можете увидеть просто, как он будет работать. И следующая вещь, это коучинг команд, как эффективный метод управления компанией. Вот. И это важно для нас. Вот. И здесь, что бы я сейчас хотел сказать. Вот сейчас не нужно будет, чтобы вы сделали следующее. Да? Я вас сейчас не вижу. Вы меня, к сожалению, тоже. Вот. Но я хочу, чтобы у нас сейчас прошли вот эти моменты, эти 20 минут, да? Там 30, которые мы будем вестись, максимально динамично. Поэтому сейчас вот поднимите руки, подтянитесь немножко, сделайте несколько движений в одну, в другую сторону, чтобы просто настроиться. Представьте себе, что у вас сейчас будет лететь теннисный мячик, вам нужно его поймать. От большого тенниса. Уже. Хорошо. Еще. Настройтесь на эту работу. Представьте себе, что вам нужно отбивать удар какой-то. Вот. Просто немножко, немножко пошевелите плечами. Хорошо? Потому что, чтобы мы могли динамично сейчас работать. Вот. И что мне сейчас нужно? Представьте себя руководителями. Вот. И скажите, значит, то есть, второй и третий тип им нечего представлять, они уже в бизнесе, да? А, значит, там первый и четвертый, представьте себе, что вы руководители. И вот скажите, что вас беспокоит? Что вас беспокоит как руководителей? Давайте посмотрим, что обычно беспокоит руководителя. Вот я сейчас говорю о таком частном предприятии, да? Продукт не продает. Покупают у конкурента. Сырье или комплектующие, или ресурсы дорожают. Пасы, ГП, да? ГП все понимают, что такое. Это готовая продукция. Так менеджеры просто выражаются, поэтому я так и пишу. Растут. Просроченное ДЗ растет, да? Те, кто не знают, и не надо. Проценты по кредитам огромные. Флот несоразмерный. На чем бы сэкономить? То есть, менеджеры ходят и думают, на чем бы сэкономить. Вот. Другой вариант – это то, что верхи ждут результата. Те, кто платят деньги, они ждут, чтобы были результаты. Вот. Если результатов нет, то большие проблемы. Оставшиеся после увольнения стали шустрее, но не могут дать результатов. Что делать? То есть, вот одни списки проблем. Если вы работаете в госкомпании, у вас, конечно, другие проблемы. Как удержаться на рабочем месте? Как не попасть под раздачу? Как выполнить невыполнимый план? Или, если вы предприниматель или начальник отдела, у вас свои страшные проблемы. Я прошу вас сейчас записать себе несколько проблем, стоящих непосредственно перед вами, чтобы прицельно искать, что и как можно применить из того, что вы сейчас получите, к своей собственной ситуации. Если вы не относитесь к второму-третьему типу, неважно, ставьте свои задачи. Я надеюсь, что то, о чем мы сейчас будем говорить, будет полезно и для вас. Хорошо? Итак, запишите несколько проблем, стоящих непосредственно перед вами сейчас. Именно проблемы. Не задач, а проблемы. И, если хотите, можно прямо в скайп, чтобы я мог увидеть, что это за проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Падает продажа. Не выполняется план продаж. Все понятно. Хорошо. Еще. Менеджер все есть, а не достигнуто по плану ТБУ. Не знаю, что такое торговая наценка. Так. Менеджер не выполняет план продаж. Нет продаж. Хорошо. Создание команды профессионалов, рост товарооборота. Да, большая проблема. Перестроить бизнес-процессы. Идет борьба за лидерство. Хорошо. Хорошо. Так. Пишите еще и продукт не продается. Да, вот первый пункт. Хорошо. Низкий уровень вовлечения сотрудников. Расширить базу клиентов. Недостаток неквалифицированных кадров. Большая конкуренция. Не можем продать свои продукты. Здорово. Отлично. Хорошо. Итак, что мне нужно. Все записали свои проблемы. Да, запишите свои проблемы, чтобы мы могли работать с ними и смотреть, что мы можем с ними сделать. Итак. А вот теперь, исходя из своих проблем, посмотрите, к какому типу руководителей вы относитесь. Посмотрите, я тут разделил всех руководителей, ну, естественно, с юмором. То есть, пожалуйста, относитесь к юмору ко всему. Потому что без юмора вообще никуда. Вот. Разделил на четыре типа. Это то, как люди относятся к проблемам, то, как люди относятся к неурядицам или к кризису. Первый тип – это страус. Страус, он говорит, нет проблем вообще, все хорошо у меня. Ну вот, а вот никакого кризиса нет, ничего не помешало, все нормально. Вот. И тут же рядом, посмотрите, есть такой же, который также говорит, но я его назвал хитрый жук. Почему хитрый жук? Потому что он говорит, нет проблем. А на самом деле проблема есть. Но он просто не хочет их выяснять. Он сам себе на уме. Понимаете? Как думаете, этот тип запросит у вас коучинг-команд? Вопрос на засыпку. Я думаю, нет. Конечно. Такой тип руководителя вам не попадется. Хорошо. Давайте посмотрим второй тип. Тип – это пораженец. Все пропало. Деньги кончаются. Нового кредита не взять. Уже все перезаложили. Товар не покупается. Готовая продукция лежит на складе. Что делать? Как думаете, этот человек попросит вас включиться, открыть его потенциал? Вряд ли. Да? Это да. Но видите, он к тенису придет, к психотерапевту. Он скажет, все пропало. Хорошо. Но есть третий тип. Смотрите, третий тип я назвал «мудрый вождь». Что такое мудрый вождь? Это тот, который в теме. Это тот, который знает, что надо делать. Это тот, который готов рубиться до последнего. Для него каждый день – это как битва, война, и он ее выиграет. И это очень интересно. Мудрый вождь, неважно пол какой, неважно возраст. Я встречал мудрых вождей 30-летних и молодых женщин. Какая проблема? Просто мудрый вождь. Мудрый вождь может заинтересоваться как раз тем, что вы делаете. А дальше мы смотрим на следующую позицию, которая еще более интересна. Но у него каждый день – это битва, это война. И мы потом еще поговорим о том, что… Так, у нас клиент попрутились. Хорошо. И следующий тип – это как раз победитель. Победитель, чем он отличается от мудрого вождя? Тем, что мудрый вождь рубится. Он просто в войне, он в битве. И тут надо просто… Кто не со мной, это против меня. А победитель, он играет в спорт. Это спорт для него. То есть бизнес для него – спортивная игра. И что здесь нужно? Ну, нужно тренироваться. Все, что мы хотим, мы хотим тренироваться. Мы хотим получать новые результаты. Вот, и мы их достойны. Почему? Потому что ничего личного. Да, мудрый вождь, как сова, все знает. Вот. Итак, теперь давайте посмотрим еще одну интересную вещь. Что… А скажите, пожалуйста, вот если мы сейчас разделим это на 1, 2, 3, 4, то к какому типу руководителей вы себя отнесете? Не важно, кто вы, коуч, не важно, кто вы, руководитель, менеджер. Ну, коуч может дома, да, или с клиентами использовать какой-то из этих типов один. 1, 2, 3, 4. Так, Яна, 2. Яна, молодец, начала. Жертва. 3, 3, 3. Хорошо? Пожалуйста, пожалуйста, еще, еще, еще. Ага, отлично. Хочу быть, да, нет проблем, хочу, да. С ним все здорово. Хитрый жук, да, без этого никак. Отлично. Ну что, значит, насчет первых двух я, конечно, пошутил, потому что понятно, что никто про себя так не скажет, да. Вот, но то, что я вижу в России сейчас, у нас море наших мудрых вождей, да, и с этим большая сложность, потому что они воюют, они рубятся, да. А вот теперь посмотрите вот сюда вот на этот слайд, и это известная вам пирамида Маслоу, пирамида потребностей. То есть Маслоу когда-то написал такую штуку. Он сказал, что человек может подняться на следующий уровень потребностей, если он удовлетворил предыдущий. То есть посмотрите, физиологические потребности. Если у человека есть его бутерброд с колбасой, если ему есть где спать, то уже хорошо, да. Дальше, ему нужна безопасность. Что это значит? Это значит, что у него завтра это не отберут. Что это и завтра будет. Потом ему нужна потребность принадлежности. То есть он хочет быть командой. Вы представляете, где находится коучинг команд? Как минимум здесь. А дальше, что было бы очень хорошо? Если бы еще была потребность в уважении и признании, видите, здесь медаль нарисована. То есть я хочу быть чемпионом. Я хочу достигать. Я хочу, чтобы люди уважали меня и радовались. То есть я хочу быть чемпионом. И дальше идет речь о потребности в самовыражении. То есть все хорошо с пирамидой. Но в чем сложности? Сложности в том, что когда мы оказываемся в ситуациях неопределенности, в ситуациях кризиса, еще каких-то, мы со всем своим, так сказать, позитивом сбрасываемся вот сюда. Потребность безопасности. У нас возникают страхи. Почему я тот список назвал страшным? Потому что... А как его еще назвать? Потому что страшно. Что будет дальше? Что дальше-то делать? Понимаете? Ну, нужно сохранить. Нужно сберечь. И понимаете, чем отличается мудрый вождь от чемпиона? Мудрый вождь. Ему нужно сберечь то, что есть. Чтобы ничего не потерять. А победитель? Он говорит, что вау, круто, я пойду на рекорд. А как он смотрит на... Видите? Как победитель смотрит на конкурентов? Посмотрите, как мудрый вождь смотрит на конкурентов. Как думаете? Вот ответьте на вопрос. Как мудрый вождь смотрит на конкурентов? Если он знает, что кругом идет война. Конечно, это угроза. Порвать. Как на врага? Да. Убью и все. А посмотрите, как на конкурентов смотрит победитель? Спортсмен. Как смотрит спортсмен? Это стимул. Еще. Обыграю. Здорово. Понимаете? То есть, как это стать лучше? Как это стать тем, кто может сделать больше? Правильно? И дальше, чем отличается победитель? Чем отличается спортсмен? Тренировками. 6, 8, 10 часов тренировок. Правильно? Каждый день. Ничего личного. Потому что, если у одного 40 часов рабочая неделя, а у второго 100 часов рабочая неделя, то понятно, что он достигнет лучших результатов. А вы видели, чтобы мудрый вождь тренировался? Коллеги, кто видел, чтобы мудрый вождь тренировался? Вы согласны, что это смешно? Он не тренируется. И не важно, какой он на самом деле. Он в войне. Да. Вот. И видите. Он же бывает разный. Он может быть, как Виниту, сын Инчучуна. Или он может быть, как полковник спецназа. Понимаете? Мудрый вождь, какая разница? Значит, он не тренируется. Да. Война и есть тренировка. Он закаляется. Но он закаляется в битвах. Теперь давайте посмотрим. С точки зрения продаж пойдем. У нас много людей в продажах. С точки зрения продаж. Потребности мудрого вождя. В чем? Для компании. Удержать на плаву. Противостоять стихиям рынка. Заработать прибыль. В этих условиях. Вот задача мудрого вождя. Что он хочет от сотрудников? Все, все быстро и без вопросов выполняют мои команды. Все сами легко додумывают недостающие детали. Почему? Потому что мы на войне. Просто взял, пошел и сделал. И никакого творчества. Почему? Потому что любая ошибка имеет свою фамилию. И любая инициатива может быть наказуема. А тут приходит коуч. И говорит. Коучинг. Кто заказывал? Дорогой менеджер. Бери коучинг. И смотри, какой подарок я тебе принес. И сейчас мы с этим подарком сделаем для тебя. Откроем твой потенциал. Да? Тогда я. Хорошо. Значит, итак, что происходит с коучем, когда коуч хочет открыть потенциал своего клиента, а клиент вот такой вот мудрый вождь? Или клиент-пораженец? Или клиент-страус? Или хитрый жук? Что вы думаете? С чем встречается коуч? Как минимум с непониманием. Правильно? Почему? Потому что с кем? С возражениями, конечно. Потому что он говорит. А чем? Нет. Я не заказывал. Ага. Да? Я не заказывал. Все верно. Вот. Дорогие коучи, понятно, почему трудно войти в бизнес. Особенно тем, кто начинает. Просто потому, что ничего не надо. У меня война тут идет. Ты что? Какой коучинг? Какой потенциал? Война закончится? Приходи, посмотрим. Вот. А сейчас нет. Дальше. Заказывают ли победители коучинг? Заказывают ли победители коучинг? Победители коучинг заказывают? Вопрос на засыпку. Конечно, да. Нет проблем. Они уже работают с коучами. Правильно? Потому что без этого ему не победить. Он просто находится в этом. Это часть его жизни. Понимаете? Но в чем проблема для начинающих коучей? Что им там нечего ловить. Кого выбирает чемпион? Лучшего коуча. Правильно? Потому что мне нужен тот, кто даст мне суперрезультаты. Я иду на рекорд. Понимаете? Поэтому хотим мы не хотим. Нам нужно вернуться к мудрому вождю. И вот что интересно. Да. Вот что интересно. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Что такое... Мы говорим сейчас о коучинге команд. Что такое команда для мудрого вождя? Да? Это под его потребности. И у него потребности. Смотрите. Быстро, без вопросов, в срок выполняют мои команды. Сами легко додумают недостающие детали. То есть, что такое идеальная команда для мудрого вождя? Это группа профессиональных Рэмбо, выполняющих каждое свое задание. Все. Есть такие. Все очень хорошо. Нету таких большие проблемы. А где вы таких видели? Где вы видели таких Рэмбо? У кого? У кого есть... Там десяток Рэмбо на работе? Скажите. В подчинении. Кто-то может написать? Связь между ними? Между кем? Между Рэмбо? Никакой связи. Все. Взяли просто. Дали задачу. Уничтожить там следующую... Другую страну. Или другую цивилизацию. Или другую планету. Все. Взяли. Взял. Пошел. Десяток Рэмбо или больше? Я не встречал. Больше одного-двух почему-то руководитель Рэмбо не держит. Хорошо. Обычно это встречается в фильмах. Друзья Оушена, Ангела Чарли и так далее. В жизни редко встречается. Давайте вернемся к тому, что же является потребностями. Настоящими потребностями. То есть, смотрите, потребности мудрого вождя в... Да, Рэмбо могут свергнуть, естественно, поэтому они не должны быть. Вот. Они должны быть на кратком поводке. Вот. Значит, потребности мудрого вождя в идеальной команде – это иллюзия. Нету таких. Понимаете? Поэтому он хочет быть мудрым вождем, но у него нет команды. И вот его реальная задача. Лишние люди уволены. Да? То есть, он сократил все, что мог. И сдержки сокращены. Как оставшимся... Вот его задача, которая стоит. Если вождь не терминатор. Да? Вот. Если он сам Рэмбо, и он хочет таких рядом видеть с собой. Итак, посмотрите, пожалуйста. Давайте сейчас посмотрим с другой стороны. Вот сейчас вопрос уже к Григорию, да? Вот. И к остальным таким же. Посмотрите, пожалуйста, какие результаты показывает ваша команда. Посмотрите, мы сейчас разбили на три разных результата. 1 плюс 1 плюс 1 равняется минус 1 или равняется 1. То есть, если мы их ругаем, если дрожать бояться заставляем, то они зависимые. Они дают меньше результата, чем надо. Понимаете? То есть, вот делали эксперименты. Брали 20 менеджеров. У каждого IQ 180. Вот. Дальше соединяли их вместе к команду. И как думаете, какое IQ получали? 80. Почему? Потому что начинаются политические игры. Как мне кого-то пересидеть? Как от чего-то отмахнуться? И так далее. Вот. Особенно в государственных структурах это часто бывает. Что команда, она только вредит. Другой вариант. Если повезет, да? Это 1 плюс 1 плюс 1 равняется 3. Это если спокойно и грамотно, правильным людям ставим правильные задачи, даем ресурсы. Угу. Вот. Тогда возникают автономные люди. Автономные команды. Все. Они просто себе выполняют работу. Это то, чего хочет мудрый вождь. Понимаете? Ну, он в иллюзиях. Ну, нету таких у него людей. Тем более, что вселенная взяла и поменяла карты. Она говорит, что поменяйте. Вот. И следующая позиция. Коучинг команд позволяет повысить продуктивность. Понимаете? Скажите, пожалуйста, были у вас такие ситуации? Может быть, на работе. Может быть, с друзьями. Где-то еще. Может быть, 5 минут. Может быть, день. Может быть, месяц. Когда вы с другими людьми просто могли горы свернуть. Когда вы действительно чувствовали, что 1 плюс 1 плюс 1 равняется 4. Угу. Угу. Отлично. Еще. Угу. Отлично. Здорово. Вспомните те моменты. Вспомните, как там было, когда люди взаимоусиливали. Скажите, можно ли сказать, что в этот момент вы шли на войну? Я думаю, что вы в этот момент играли. Что у вас была игра. И вам хотелось давать другому пас. Вам хотелось. Да. Угу. Вам хотелось просто сделать так, чтобы это было классно. Правильно? Угу. Угу. Вот то, что может дать коучинг команда. Вот. И это можно сделать технологично. Понимаете? То есть, азарт, драйв, верно. Игра. Вот. А после паза, конечно же, отдача. А как иначе? Это же футбольная команда, например. Это еще какая-то команда. Где мы все вместе играем. Там уже нет одного чемпиона. Но это у меня следующая, так сказать, позиция. Ну, давайте посмотрим. Итак. Как нам перейти сейчас от мудрого вождя к победителю? Первое. Поменять парадигму внутри себя. Помните, с чего начал Миша Киянов? Он сказал, что для начала я сам пошел туда, в разведку. Понимаете? Почему? Потому что мне нужно было понять, что такое коучинг. А дальше я перестал воевать. Да? У меня пошла спортивная игра. Почему некоторые люди от него, ну, кто-то от него ушел? Потому что были маленькие мудрые вожди, которые сказали так. Ничего не поняли. Вы что? Вы что? Мы не поняли. Остальные поняли и въехали, что спортивная игра – это классно. Я не бью, а соревнуюсь. Я не бью ни тебя, ни противника. Я соревнуюсь. А дальше изучать правила бизнеса как спорта. Что это значит? Что задача спорта какая? Тренироваться. Когда мы выходим на тренировку. Когда у нас следующая тренировка. Понимаете? Почему? Потому что благодаря тренировке мы можем что-то достичь. А что такое новая задача? Это еще классный тренажер. А как я могу его достичь? Как смогу. И дальше начать играть в научные виды спорта. Чем тогда, если вы уже совсем мудрый вождь, да? Так сказать, вот формула П-1, тогда ваша команда такая. Это та, которая за 2 секунды меняет колеса. Хотя бы так вы можете своих руководителей включать в команду. Чтобы они понимали пользу команды. Потом постепенно переходить на командные виды спорта. Футбол, хоккей, чтобы понимать, что такое пас. А дальше добро пожаловать в коучинг-команду. Вот. И тогда посмотрите, пожалуйста, что мудрый вождь, что уже коучи могут предлагать мудрому вождю. Да? Потребности у него те же, быстро, без вопросов в срок. А выгоды? Мудрый вождь, обученные и мотивированные к работе в команде сотрудники, быстро, без переделок, в срок, сами выполнят порученную работу. Понимаете? И вот на это мудрый вождь может пойти. Вот. А без этого он на это не пойдет. И преимущество, которое он получит. Конкурентоспособная команда. Компания. Компания. По большому счету, ему нет дела команды. Мудрые вожди, они что говорили? Что говорил Наполеон? Он говорил о том, что я это половина войска. То есть, если у меня 50 тысяч войска, само это 100 тысяч. Почему? Потому что вот я такой. Вот. Давайте договоримся в терминах. Что такое идеальная команда? Помните? Это не команда Рэмбо. А это команда как раз саморазвивающийся, управленный инструмент реализации видения и задач компании на рынке. Смотрите, длинное определение, что это живой организм, инструмент. То есть, не может такого быть, что он был неживым. Если есть жизнь, значит все хорошо. Если все ходят по струнке, как марионетки, понимаете, как зомби, то оно не работает. Вот. Итак, живой саморазвивающийся организм. Но, посмотрите, пожалуйста, сюда еще один момент, да, что чем это хорошо. Инструмент реализации видения собственника или директора компании на рынке. Вот на это купится вождь, да, на это купится собственник, он скажет, хорошо, если вы будете реализовывать. Помните, как Миша сказал сегодня, да, я немножко слышал его, что если вы не повысили продажи, а мы повысили на 15, на 40 процентов, мы говорим, ну что такое коучинг? Интересно. Вот, я хочу об этом знать. Вот, и тогда они сюда приходят. Следующее. В каких проектах может быть полезна команда? Я сейчас опять говорю с точки зрения аргументов для мудрого вождя. Все изложенное в страшных списках, команда может быть подсобниками. Да? Называйте это так, какая проблема. Ему главное въехать в то, что такое коучинг, в то, что такое команды. Подготовка вариантов решения на согласование. Команда может сделать очень большую работу и дать ему на согласование. Если, ведь, понимаете, мудрый вождь, он еще не может оставить один на самотек. Он все должен проверить. Он везде затычка в каждой, так сказать, этой самой бочке. Поиск недостающих звеньев информации. Такой мудрый вождь может создать команду, чтобы создала ему весь процесс. Дальше. Мы обязательно говорим о проектах. Наша компания – надежный деловой партнер для клиентов. И в этот проект мы можем включить задачи, например, увеличить продажи, повысить торговую наценку, собрать ДЗ. Видите, то есть наша компания – надежный деловой партнер для клиентов. Идет речь не о продажах, а о том, как быть партнером для клиентов. Как выехать к клиентам, как поговорить с ними, а как у них продается, а что они следующим продуктом поставят, а как мы можем им помочь в этом. Понимаете? Когда менеджеры начинают интересоваться клиентом, естественно, что надо будет поменять их KPI. А дальше, видите, что мы говорим. Желаемым результатом станет увеличение числа VIP-клиентов. 20% дающих 80% прибыли. Потому что тогда все нормально. Зачем вам нужно много клиентов? Вам нужны ваши клиенты. Коучинг-команд. Что это такое? Это профессиональное сопровождение сотрудников в процессе достижения ими обозначенных результатов. Да? То есть, кто такой коучинг? Это тот, который помогает это сделать. Инструмент, позволяющий установить синергетический эффект в работе коллектива с целью повышения его продуктивности. Возьмите для себя это. Верните слайд очень быстро. Какой слайд? Вот этот? В каких задачах будет полезна команда? Вы же потом на сайте это посмотрите. Сейчас просто въедьте в тему. Коучинг-команд. Это профессиональное сопровождение сотрудников. То есть, приглашайте сюда коуча. Учитесь у него. Смотрите, что там. И делайте. Не пробуйте все сами. Понимаете? Мудрый вождь, конечно же, будет все делать сам. Ха-ха. Понимаете? Итак, с чего начать? Первое. Убрать свои опасения и расширить свои рамки мышления. Да? Почему? Что мудрый вождь думает о своих сотрудниках? Он думает, что они тупые. Вот. У каждого сотрудника в голове нейронная сеть. Из 14 миллиардов нервных клеток. Он умный, но боится вас. И он не знает, как лучше поступить. Провести личный коучинг с профессиональным коучем. То есть, посмотрите, пожалуйста. Если вы хотите включаться в коучинг, берите коуча и работайте. Победитель, он говорит о том, что плачу любую цену. Почему? Потому что я хочу быть первым. Я выбираю себе своего коуча и работаю с ним. Потому что мне нужны суперрезультаты. Кстати, посмотрите, тут я уже сразу и поставил цели. Посмотреть на работу компании со стороны. Понимаете? Когда вы внутри битвы, то и что вы можете сделать? Вам нужно отодвинуться. Посмотреть, что будет через 6 месяцев с другими компаниями. Увидеть желаемое положение на рынке. Использовать коуч менеджмент. Смотрите. Это то же, что сказали как раз другие люди. Что мы можем работать со своими подчиненными как коуч менеджеры. Входить в поток, генерировать идеи. Из идей создавать проект. Последние слайды. Вот. Это значит, второй этап. Это уже работать с командами. Убрать опасения, страхи сотрудников. Мотивировать их к профессиональным развитием. И доброжелательной атмосферой. И, значит, на сайте Ericsson.ru вы можете найти множество наших программ обучения коучингу и коучингу команд. Сегодня будет еще выступать Анна Лебедева, руководитель. Она вам все совершенно замечательно расскажет, потому что у нас есть технологии. На моем сайте управления реальностью мы говорим о том, как стать той личностью, которая классная. Той личностью, которая может управлять и коллективом, и собой. И создавать то будущее, которому хотят принадлежать другие люди. Вот это то, что я хотел сказать. И Элеонора позволит мне, может быть, еще ответить на пару вопросов. Не знаю насчет... Да, конечно. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, задайте ваши вопросы. А, Элеонора, тогда можно вашу выключить, хорошо? Да, выключить. Спасибо вам, что вы молодцы. И вы сегодня взяли и включились. У вас опыт в цифрах РО что такое? Что такое РО? Хорошо. Спасибо. Я очень хотел, чтобы вы включились и начали размышлять немножко. Потому что хотим мы не хотим. У нас у всех есть вот эта вот позиция. Вчера я встречался с двумя руководителями бизнеса, которые здесь тоже оказались. И они говорят, что... То есть мыслили точно, как мудрые вожди. Работа с вождем. Вот это те аргументы, которые я приводил, что команда для вас безопасна. Мы ее обучим помогать вам. Включайте ее, пусть они делают на вас подсобную работу. Вы все равно будете руководить. Понимаете? Чтобы он согласился с этим. Потому что он же несет большое ответственность за всех. Понимаете? И дальше. Помните, Михаил сказал очень хорошо. Я сразу почувствовал спокойствие. У меня сразу появилось больше времени. У меня появилось больше творчества. Когда я включил других людей. Поэтому... Коуч это следующая ступень развития менеджера. Смотрите. Коуч это коуч. Тут идет речь о том, что можно быть коуч-менеджером. И что коуч-менеджер, который использует навыки коучинга для своей работы. Это не так сложно. Этому можно обучиться даже отдельно. Как ему показать, что мы не на войне? Это очень важно. Спорт. Как мы можем достичь лучших результатов? Каким образом? Тренироваться на новых задачах. Классно. Мы идем теперь к конкуренту. Почему? Мы говорим, ух ты. А как ты привлек этих людей? А как ты этих? А давай с тобой вместе скоперируемся. Как сделаем больший пирог? Понимаете? Не разделить пирога, которого нету, клиента, которого нету. А разделить больший пирог. Как идти, копироваться с клиентами? Говорить клиентам, слушайте. А что вы хотите? А как вы будете? А давайте мы для вас что-нибудь сделаем хорошее. Какой возврат на инвестиции? Это очень интересная вещь. Тут, видите, мы как раз можем к Мише обратиться. Вы повышаете продажи, вы ставите задачи, тем более какие тут инвестиции. Во что инвестиции? Инвестиции в то, чтобы работа шла. Все, большое спасибо. Передаю слово. Дальше. Спасибо большое организаторам. Спасибо большое, Сергей Иванович.